Привет, YouTube! Продолжаем разговор про дифференциальное уравнение. И сегодня обсудим линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Название очень длинное и на фоне других названий, конечно же, путается, поэтому я сразу же записал общий вид такого уравнения. y' плюс p умножить на y' плюс q умножить на y равно 0, где p и q, какие-то вещественные числа. Давайте разберемся с каждым словом, чтобы стало понятно, что все это значит. Первое слово — линейное. Слово «линейный» означает, что если мы левую часть обозначим за l от y, то l будет линейным оператором. То есть у нас будут выполняться два свойства. Первое — это l от αy равно α умножить на l от y, где α — это какое-то вещественное число. То есть мы можем выносить постоянный множитель за знак оператора. Действительно, данное выражение обладает этим свойством, поскольку постоянное выносится за знак производной. Мы можем вынести постоянную в каждом слагаемом, а затем вынести за скобку. И второе свойство — это l от y1 плюс y2, где y1 и y2 — это какие-то функции, равно l от y1 плюс l от y2. Действительно, в этом несложно убедиться, ведь производная сумма равна сумме производных. Поступив так в каждом слагаемом, мы можем отдельно сгруппировать y1, который будет представлять из себя выражение l от y1, и отдельно y2, и получим выражение l от y2. Их сумма и будет равна l от y1 плюс y2. Другими словами, слева у нас стоит линейный дифференциальный оператор второго порядка. Слово «однородное» означает, что в правой части у нас стоит 0. Также есть линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Левая часть у них такая же, а справа стоит какая-то функция от x. Слово «дифференциальное уравнение», я думаю, понятно. Второй порядок — это порядок старшей производной. Ну и постоянные коэффициенты p и q — это не какие-то функции, а обязательно вещественные числа. Отметим, что старшего коэффициента нет, ведь если он есть, мы можем смело на него разделить. Так как он не обращается в ноль, ведь тогда у нас уравнение становится первого порядка. И мы получаем ровно тот тип, который у меня написан. После того, как мы обсудили название данного вида дифференциальных уравнений, нам нужно научиться их решать. Это самое важное знание, которое нам понадобится в дальнейшем, ведь все усложнения, которые будут появляться, будут во многом основываться именно на вот этот вид дифференциальных уравнений. Первое, что надо запомнить, какой порядок дифференциального уравнения, то есть какая самая большая производная встречается в данном дифференциальном уравнении, столько и констант будет в ответе. То есть здесь второй порядок, значит в ответе обязательно будет c1 и c2 константы. Во-вторых, если у нас поставлена задача Каши, то в задаче Каши должно быть два условия. Значение функции в какой-то точке и значение производной в этой точке. Так как константы две, и нам нужно получать систему уравнений для их определения. Ну и теперь непосредственно как решить. Для того, чтобы решить данное дифференциальное уравнение, составляется так называемое характеристическое уравнение данного дифференциального уравнения. Для этого y мы заменяем на лямбду, а количество производных становится показателем степени. То есть было y2' станет лямбда квадрат. Плюс P умножить на y', то есть умножить на лямбда в первой степени, то есть просто на лямбда. Плюс Q умножить на y нулевая производная, то есть просто Q, равно нулю. Данное уравнение называется характеристическим уравнением. Это обычное квадратное уравнение относительно лямбда, которое мы можем решить, и у нас возможны три случая. Первый случай, лямбда 1 и лямбда 2, два вещественных корня различных. Это, кстати говоря, происходит, когда дискриминант, который равен P квадрат минус 4Q строго больше нуля. Если это действительно так, то мы сразу пишем ответ. y равно C1 на E в степени лямбда 1х плюс C2 на E в степени лямбда 2х. Особенность данного типа уравнения заключается в том, что у нас просто есть готовый рецепт, которому мы следуем. Второй случай, это когда у нас два вещественных корня, но теперь они уже совпали. Это происходит, когда наш дискриминант P квадрат минус 4Q обращается в ноль. Тогда у нас ответ будет выглядеть следующим образом. y равно C1 на E в степени лямбда 1х плюс C2 умножить на X на E в степени лямбда 1х. Здесь без разницы писать лямбда 1 или лямбда 2, они совпадают. Особенность заключается в том, что во втором слагаемом появляется множитель X. Второй случай называют случаем кратного корня. И, наконец, третий случай. Лямбда 1 и лямбда 2. Комплексные числа. Как мы знаем из алгебры, квадратное уравнение с существенными коэффициентами, если имеет комплексные корни, то они обязательно сопряжены. лямбда 1 равно лямбда 2 с чертой. То есть мы можем записать, что лямбда 1 равно альфа плюс и бета, а лямбда 2 тогда равно альфа минус и бета. Это происходит, когда дискриминант, который равен P квадрат минус 4Q, строго меньше нуля. И тогда у нас тоже есть готовый рецепт. y равно c1 на e в степени альфа х умножить на косинус бета х плюс c2 на e в степени альфа х умножить на синус бета х. Заметим, что альфа и бета – это вещественные числа. Альфа – это вещественная часть нашего корня. А бета – это его мнимая часть. Как мы знаем из алгебры, эти три случая описывают всю картину. То есть квадратное уравнение не может нам дать никакого другого исхода, кроме этих трех. А значит, теперь мы научились решать любое линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. И давайте решим три примера. Перед нами три линейных однородных дифференциальных уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Начинаем решать с первого. Сразу составляем характеристическое уравнение. Не пугаемся вот этой двоечки, которая стоит перед второй производной. Чисто теоретически мы можем разделить обе части на два и получить ровно тот тип уравнения, который у меня написан. Но делать это совсем не обязательно. Мы можем сразу написать 2 лямбда квадрат плюс 3 лямбда минус 5 равно нулю. Считаем дискриминант. 3 в квадрате плюс 2 умножить на 4 умножить на 5 равно 49, то есть больше нуля. А значит, данное квадратное уравнение имеет два различных вещественных корня. Давайте найдем их. Лямбда первое второе равно минус 3 плюс минус корень из дискриминанта, то есть 7, разделить на 2а, то есть на 4. Получается, что первый корень у нас равен единичке, а второй корень минус 5 вторых. Лямбда первое равно 1, лямбда второе равно минус 5 вторых. А значит, решение будет y равно c1 на e в степени лямбда 1 умножить на x. Лямбда 1 равно единичке, значит единичка умножить на x. Плюс c2 умножить на e в степени лямбда 2 умножить на x, то есть минус 5 вторых x. Это решение первого дифференциального уравнения. Переходим ко второму. Вновь составляем характеристическое уравнение. лямбда квадрат минус 10 лямбда плюс 25 равно 0. Дискриминант равен 100 минус 100, то есть 0. И мы попадаем в случай кратного корня. Данное квадратное уравнение имеет единственный корень 10 деленное на 2, то есть 5, но этот корень второй кратности. Другими словами, лямбда 1 и лямбда 2 просто совпали и равны 5. И тогда мы вновь можем написать ответ. y равно c1 на e в степени лямбда x, то есть в степени 5 и x, плюс c2 умножить на x, потому что корень кратный, на e в степени 5 и x. Теперь мы решили и второе дифференциальное уравнение. Осталось решить последнее. Вновь начинаем с составления характеристического уравнения. лямбда в квадрате плюс 2 лямбда плюс 2 равно 0. Дискриминант равен 4 минус 8, то есть минус 4. Минус 4 меньше 0. А значит данное квадратное уравнение имеет два комплексных сопряженных корня. Давайте их найдем. Лямбда первое и второе равно минус 2 плюс минус. Корень из дискриминанта, то есть 2i деленное на 2. Корни у нас получаются минус 1 плюс i и минус 1 минус i. Давайте их запишем отдельно. Минус 1 плюс i и лямбда 2 это минус 1 минус i. Альфа это вещественная часть лямбда 1, то есть равно минус 1. А бета это мнимая часть лямбда 1, то есть равняется единичке. А значит ответ у равно c1 на e в степени альфа x, то есть минус 1 умножить на x, умножить на косинус бета x. Но бета равняется единичке, поэтому просто косинус x. Плюс c2 на e в степени минус x вновь, а теперь вместо косинуса синус x. И мы получили решение третьего дифференциального уравнения. И давайте еще на четвертом примере обсудим задачу Каши. Для этого решим дифференциальное уравнение y2' плюс y равно 0 с дополнительными условиями. y в 0 равно 1, а y' в 0 равно 2. Видим линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Поэтому начинаем с характеристического уравнения. y2' у нас переходит в лямбда квадрат, а y нулевая производная переходит просто в константу. То есть плюс единичка. Равно нулю. Я думаю, тут видно без всяких дискриминантов, что если перенести минус единицу направо, мы получаем уравнение лямбда квадрат равно минус единица. Откуда лямбда первая равно плюс и, а лямбда вторая равно минус и. Данное уравнение имеет два комплексных корня. Давайте сразу запишем, что альфа равно вещественной части лямбда 1, а вещественной части у лямбда 1 нет, значит альфа равно нулю. А бета равно мнимой части альфа 1, то есть равно единице. А значит теперь мы можем написать общий вид решения уравнения. y равно c1 на e в степени альфа x. Альфа у нас равно нулю, поэтому в степени 0x умножить на косинус бета x. То есть на косинус 1 умножить на x, то есть просто косинус x. Плюс c2 умножить на e в степени альфа x. И теперь вместо косинуса просто пишем синус бета x. Бета равно единице, поэтому синус x. E в степени 0x это просто е в нулевой. А е в нулевой это единичка. И здесь, и здесь. А поэтому далее можно не писать. И мы получаем, что у равно c1 на косинус х плюс c2 на синус х. И если в первых трех примерах это уже был ответ, то в данном случае это лишь половина пути. Поэтому давайте поставим, что это первый шаг. Вторым шагом от нас требуют определить константы c1 и c2. Для этого будем использовать наши условия и подставлять в результат первого пункта. y в нуле равно c1 умножить на косинус нуля. Косинус нуля это единичка, поэтому c1 умножить на единичку. Плюс c2 умножить на синус нуля. Но синус нуля равен нулю, поэтому второго слагаемого просто не будет. А значит y в нуле равно c1. Так, теперь нам нужно найти y' в нуле. И для начала давайте найдем y'. y' равно c1 как постоянный множитель выносится за знак производный, а производная косинуса это минус синус х. Поэтому получается минус c1 синус х. Плюс c2 на производную синуса, то есть c2 на косинус х. И теперь мы находим y' в нуле. y' в нуле равно, опять первое слагаемое из-за синуса исчезает, а во втором слагаемом остается c2, так как косинус нуля это единица. Таким образом мы нашли связь значений в нуле нашего решения дифференциального уравнения и двух констант. А теперь вспоминаем, что y в нуле и y' в нуле нам даны. А значит это все мы можем собрать в систему из двух уравнений. y в нуле с одной стороны равно c1, а с другой стороны равно единичке по условию. А y' в нуле с одной стороны равно c2, а с другой стороны равно двойке по условию. И мы получаем вот такую систему. В более сложных случаях мы будем иметь дело с системой из двух линейных уравнений. Но в данном случае мы уже победили и можем писать ответ. y равно c1 на косинус x, но c1 равно единичке, поэтому косинус x плюс c2 на синус x. А c2 равно двойке, поэтому плюс 2 синус x. На этом наш урок подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Своё мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях и вступайте в группу ВКонтакте.